Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! Эфир канал РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Итак, сегодня выпуски. Благоустройство – главная тема Анапы. Облик чистого и ухоженного курорта необходимо создавать вместе, чтобы пляжи были золотыми. А сейчас обо всем подробнее. Благоустройство – важнее темы для курортного города нет. Но пока работа заместителя главы и руководителя городских служб у Сергея Сергеева вызывает больше претензий, нежели одобрения. Проявлять инициативу и внедрять положительный опыт коллег из соседних муниципалитетов – к этому призвал глава Анапы на общегородском планерном совещании. Правила благоустройства будут ужесточены, причем для всех участников процесса. Для тех, кто идет работой, и тех, кто их принимает. В первую очередь это касается разрытий. Восстановление дорожного полотна на ширину как минимум одной полосы движения – это требование главы Анапы. Уважаемые коллеги, те, кто проектирует различного рода коммуникации и разрытия, значит, максимально уходим с проезжих частей. Хватит уродовать проезжие части. Начать с себя принцип Сергея Сергеева красной нитью прозвучал на планерном совещании. Глава прокомментировал доклад своего заместителя об участии анапчан и наведении санитарного порядка на курорте. Нет ни аналитики, ни инициативы в работе с населением. Да потому что мы обленились, потому что мы не работаем с квартальными, мы не работаем с домковыми. Мы не призываем людей собственным примером выйти и навести вокруг себя порядок. Берите лучшее, объявляйте конкурсы, премиируйте тех, кто содержит внутридворовую территорию, свою улицу, возле своего двора. Отдельной темой для серьезного разговора стала работа общественного транспорта. Автобусы и маршрутки одним своим внешним видом дискредитируют статус курортного города. Поезжайте по курортным городам, покажите мне, где есть реклама на автобусах, на маршрутках, кроме Анапы. Почему они до сих пор на маршрутах? Почему в условиях конкурса это не прописывается? Да потому что нам не нужно. Мы из года в год одно и то же переписываем. На жесточайший контроль поставил глава Анапы этот вопрос. Транспортное обслуживание – одна из составляющих сервиса курортного города. И пока она не на высоте. Краевые средства для решения квартирного вопроса детей-сирот получены. Как они будут освоены, доложили главе курорта. Начальник управления по делам семьи и детства Вера Негинская доложила Сергею Сергееву, сколько в нашем городе очередников из числа детей-сирот. У нас состоит 152 гражданина на очередь на жилье. Из них 108 совершеннолетних и 44 ребенка-сироты. Квартирный вопрос этой категории жителей нашего края решается в рамках программы «Дети Кубани». Из краевого бюджета Анапе выделено 92 миллиона рублей. Соглашение уже подписано. Теперь не менее важная задача – провести конкурсные процедуры. Глава требует пошаговой проработки этого вопроса. Теперь я хотел бы услышать от вас, как мы реализовываем вот эти 92. То есть сроки и план мероприятий по каждому. Администрация Анапы выделила дополнительные средства на обеспечение жилыми квартирами детей-сирот. Три квартиры уже приобретены. Мы их приобрели для того, чтобы предоставить тоже детям-сиротам, но уже за нас счет. На что еще обратил внимание глава курорта, так это на активное участие в краевой программе. В наш город молодежь едет учиться, работать, остается на постоянное место жительства. На своих и чужих детей-сирот в Анапе не делят, но дополнительная поддержка краевых властей безусловно нужна. Весна, просеяв солнечными теплыми днями, еще раз показала, что Анапе, как курортному городу, надо быть взыскательнее к своему облику. Глава города вновь и вновь требует внимания к самым, казалось бы, прозаичным деталям благоустройства. Но именно они формируют облик города, ухоженного, чистого, благоустроенного. Надо научиться видеть в обыденных вещах очень важные. Вагончик цирка Никулина, например, но уж явно никак не украшение въезда в курортный город. Украшение части города. Вот он стоит. Один. Второй на проспекте Революции. Вот посмотрите на этот сарай. Глава требовала убрать его совсем, но вот решили отмыть от грязи и прислонить в сторонки. Только с третьего раза, наконец-то, убирают убогий вагончик. Здесь пешеходный переход. Люди ходят. Уже курортная территория. Нет. Проезд у речки Анапки вдоль Фатини. Здесь красят забор набережной, которая во многих местах проваливается в речку. Набережная скоро упадет. Вот, пожалуйста. Будет что-то делать или нет? Прекратите им стройку, Светлана Владимировна, и они быстренько сделают набережную. Мелочей в организации курорта нет. Знаменитый проход к центральному пляжу уже не раз был подвергнут критике. И вновь тут есть чем полюбоваться в кавычках. Вот сделали мы в этом году, да? А вот сделали те, вон впереди, о ком мы сейчас говорили на планюре. Это же украшения, да? Из какой помойки они их достали? У аквапарка глава города требует снять ограждение из цепей. Здесь должна быть проезжая часть. Она стоит на муниципальной земле. Эту вечную цепочку убрали. Но сколько еще таких мелочей, которые не на пользу городу и его курортному статусу? На пляжах Анапы генеральная уборка. Пока такую возможность дает погода, на пляжных территориях наводит порядок. Поле битвы – пляж Джемете. Оружие, перчатки и мусорные мешки. Враг, бутылки, банки и другой мусор, который оставляет после себя шторм, а бывает и горожане, и гости курорта. Сотрудники Управления экономики и инвестиций в полном составе вышли на уборку пляжной территории. Более двух километров убрали за один день. Вывезли полный прицеп мусора. Бытовые отходы отвезут на полигон ТБО. Уборка территории продолжится. Коммунальные службы, они работают на полную мощь, но не везде техника может подойти к барханах. Зимняя шторма и весенняя шторма нанесли немало всякой грязи, пыли. Ну а чтобы наши гости курорта были довольны. А в субботу состоялась еще одна операция по наведению порядка на побережье. В этот раз десант из более чем ста человек высадился на Бугасскую косу. Все распределились на группы. За каждой закрепили свой участок. На пляже хаос. Нанесенный штормом мусор и высохшая тина. А за зиму здесь образовались залежи пластиковых бутылок, пакетов, досок и веток. Чистоту на косе протяженностью 13 километров навели работники муниципального контроля и других управлений. Уборка шла весь день. Кстати, теперь чистота на косе гарантирована. Участники десанта будут следить за порядком и поддерживать его постоянно. Глава города в эти короткие погожие дни использует любое время для того, чтобы наметить и скоординировать действия всех служб в деле приведения города в порядок. На переднем плане многочисленные разрытия улиц, работа по ямочному ремонту, очистки ливневок, ремонту лавочек, покраски электрических опор. А вечером Сергеев проверяет, как выполнено его распоряжение. Анапа – любимый город. Это лозунг на ролете у санатория «Кубань» словно насмешка. Ролеты, судя по всему, уже готовы к расширению за счет тротуара. При этом они как настоящие мусоросборники. Посмотрите, как красиво все. Мусор, грязь, все. Центр города. Вот оно все брошенное. Пожалуйста, вот. Видите, как цивилизованно все сделано. Видите? Где извинения перед людьми вот здесь? Это наша центральная набережная. Здесь же, в самом центре города, не горят симпатичные фонари. Глава дает задание найти решение, которое поможет санаторию не экономить на освещении в самом центре города. А сам отправляется к фонтану на Аллее Рос. Фонтан же надо готовить, мне кажется, к сезону. Как бы его люди ни называли, но готовить его надо. Сергей Сергеев приезжал сюда уже не один раз, поэтому сразу замечает. Здесь вот покосили, а убирать не надо, понимаете? Просто покосили. Он неделю назад дал задание прочистить трубы водостока, ведь в этом месте всегда огромная лужа во время дождя. Вон эта труба. Что тут может утекать? И куда? Забитая вросла в асфальт и вторая труба водостока, так что лужа здесь не случайность. Вот она, труба. Они выходят, и сюда вытекает вода, ливневка. Вот она и пошла. Все, вопросов нет. Вот расстояние трубы 5 метров. Вытекала бы вода, если бы за ливневками ухаживали. Глава в очередной раз доказывает, что отношение к делу, а не вложение средств определяют успех любого дела. То тут, то там не горящие фонари. Сегодня один не горит, завтра еще один не будет гореть. Последовавтра их 10. Крут тяжелый, но надо любить то, что делаешь, и тогда все будет получаться. Нельзя за один день сделать все. До заслуженного праздника 70-летия Победы не дожил всего несколько дней. Замечательный человек, участник Великой Отечественной войны Василий Иванович Шубин. На эмблеме 70-летия Победы белый голубь – символ мира и символ светлых душ наших героев, которые все уходят и уходят от нас. Василий Иванович Шубин – один из них. Совсем недавно мы рассказывали о нем в нашей программе. Давайте вспомним. После окончания школы Василий выучился на шофера. Эта профессия пригодилась ему и на фронте, и стала главным делом всей его последующей мирной жизни. В военные годы Василий Иванович служил в действующих войсках в качестве механика-водителя. Потом командование перевело его в разведку. Помню, как и немцев били, как и ловили живых. Ой, тяжело очень вспоминать. Василий Иванович был награжден множеством правительственных наград, среди которых Орден Красной Звезды, Медаль за отвагу, за взятие Будапешта и Вены, за победу над Германией. Вместе с супругой Верой Яковлевной они мечтали отметить 70-летие совместной жизни и 70-ю годовщину со Дня Победы. Вечная память о нем и его героизме навсегда останется в наших сердцах. Супруги-ветераны Бабовы 65 лет вместе неразлучно. И каждый год, цветущей весной, активисты органов территориального общественного самоуправления 12-го микрорайона поздравляют Лукьяна Александровича и Зинаиду Павловну не только с Днем Победы, но и как образцовую семейную пару. Этот год для них особенный. Особенный этот год потому, что ветеранам-труженикам тыла, супругам Бабовым, вручили юбилейные медали к 70-летию Победы. Трудовое крещение супруги прошли в тяжелые годы войны. Семь классов я закончила и пошла работать санитаркой, грязелечебницей, сероводородных ванн. Это мне было в 44-м году. Зинаида Павловна уверена, что выжить им, вечно голодным подросткам, помогали хорошие люди. Удивительные люди вот были. Мне давали пол-литра молока, сероводородные. Я готовила ванны. После войны Зинаида Павловна продолжила учебу и прошла по карьерной лестнице все ступеньки от щитовода до главного бухгалтера Анапского курорт-торга. Получила медаль ветеран труда. Супруг Лукьян Александрович свои 87 лет сегодня почти не слышит. Плохо видит, сказались многие годы труда газосварщикам. Но все о муже знает жена. В начале войны Лукьян Александрович с мамой и девятью братьями и сестрами жили в Крыму. Ему досталось. У них в доме жили немцы. Он одному немцу мыл сапоги, но мальчишка, что он, и плохо вымыл. Он ему дал под зад, он по этой луже, и он по этой луже лицом туда. От угона в Германию спасались в прибрежных скалах. В 1944 году Лукьян Александрович после освобождения Крыма был призван работать в тайгу в Сибирь. Какие бы испытания не выпадали на долю Бабовых, они считают себя счастливыми. Я ни о чем не жалею. Я воспитала троих девочек. Все с высшим образованием. Слава Богу, все живы, здоровы. Трое правнуков. Правнучке одной 10 лет и 3 годика. Керуге. Отработка самозащиты на практике в тэквондо. В Тихорецке прошло первенство Краснодарского края по этому виду единоборств. В этом году тэквондо стал олимпийским видом спорта. 300 бойцов со всего Краснодарского края в течение двух дней выясняли, кто станет лучшим в спортивных поединках. Именно победитель и поедет защищать честь Кубани в российских состязаниях. В соревнованиях была использована электронная система судейства. Для объективного судейства на ногах спортсменов установили специальные накладки с датчиками. Каждый точный удар сразу высвечивается на табло. Для первого выступления команда Анапы показала отличный результат, удивив бессменных фаворитов края из Тихорецкого района и Краснодара. Первое место занял Чивкин Семен, второе место нокдауном занял Тельгеров Дмитрий и третье место поделили Лавин Даниил и Кошеру Олег. И это все новости на сегодня. Сейчас прогноз погоды с Натальей из Мозговой. Здравствуйте. Вот и пролетела незаметно половина отведенного весне времени. Не паловала она нас теплом, конечно. Все больше испытывала на прочность дождем и ветром. Вторая половина обещает быть более приятной и теплой. Радует глаз цветущие сады и клумбы. Даже небо кажется выше и голубее. В среду в Анапе ясно, но возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневное время до плюс 10 градусов. Генеральный спонсор наших новостей – офтальмологическая клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok